Ассалам алейкум! Ахват! Сила! Аллаху Ахвату! И тех людей, которые сегодня искажают всех религий, в частности, ислам. Поэтому я сегодня приглашаю вас. У нас сегодня завтра выезжает батальон «Север», «Юг», полк и ОМОН «Ахмат». Сейчас больше будет выезжать наших полков и батальонов, больше будет выезжать добровольцев. Я приглашаю чеченских настоящих мужчин, которые так не любили тех, кто присягает на религию, ислам, на обычаи, традиции. Для них сегодня мы создаем все условия, оружие. Отдеваем, обываем, деньги даем, чтобы они могли реализовать свою мечту. Поэтому настоящие чеченцы, братья мои, сегодня нам еще раз досталось участок, который мы с удовольствием приняли. И с сегодняшнего дня мы готовимся. И там уже на месте Актрид Гаронович занимается. И Адам уже в Москве начал заниматься этим вопросом. А нашим братьям, которые сегодня живут в Шечне и хотели проявить себя, мы предоставим для них тоже условия. Если хотят МВД, если хотят нацгвардии, если хотят Минобороны, это не имеет значения. Мы дадим для них тоже условия. Поэтому все до сегодняшнего дня должны быть готовы. Мы по этапам будем выезжать, заверем участки. Чувакаду, Вагнер, пока мы полностью не возьмем все позиции, они будут в обороне стоять, хотят или не хотят. И после того, как мы полностью заберем все посты, позиции, благоустроим всю территорию, тогда мы будем дальше продолжать с настоящими мужчинами. Только тогда скажем Вагнеру дальше, как они должны вести себя. А так, у нас достаточно сил и средств. У нас у всех подразделений все есть для того, чтобы выполнять боевые задачи. Если у кого что-то не хватает, сегодня пусть обращается в штаб. У нас в штабе Даудов, Алханов, Бесмурадов, Сакаев, Кадыров, Далимханов, Иросханов, Тагиров, Тумхаджиев, все. И все условия, которые нужны, мы быстро создадим. Бахмут – это просто шагматная игра, которую играл Женя. И сегодня он не туда попался. Нам не интересны их интриги. Нам интересны враги, которые сегодня по всему миру. Мы видим, как они себя ведут. Людей, которые сжигают кораны, они охраняют. Которые рисуют корректуры нашего любимого пророка. Ценности людей нарушают. Они это приветствуют. А в таких условиях нам через Украину занесут. В этих условиях мы жить не готовы. Если кто хочет жить, пусть берет себе билет в Европу. Там есть все условия, которые им нужны. На нашей территории, в Аллахе Всевышнего, президент понимает и полностью защищены законом все, о чем я говорил. И поэтому мы все готовы. Я на секунду не сомневаюсь. И вас сегодня будут говорить разные люди по-разному. Ну, в Аллахе, хренусь именем Всевышним. Мы самые счастливые люди. Жигад после пророка, после его асхабов. Такого жигада никогда не было. Это времена, которые нам рассказывали наши старики. Приближенные Всевышнему. Наша влияет. Власть Всевышнему, что мы живем в это время. Не просто живем, участвуем. Не просто участвуем. И забираем львиную долю. У нас, я еще раз говорю, чтобы вы не сомневались, все есть. И есть средства закупить что-то необходимое. Так что абсолютно никаких проблем не существует. Единственное место, где выиграли терроризм, это Чеченская Республика. И мы станем единственными, которые забирали самые трудные участки во время проведения специальной военной операции. Все, что нужно купить, одеть, обуть, полностью решаю я. И так было с первых дней. И так должно быть до конца. Мы должны кормить свою армию дом, чтобы потом не кормить чужую дом. Ихними домом, отношения к религии. Ихними потомки, которые убивали беременных женщин, они сегодня проявились. И поэтому мы все должны быть готовы к продолжению большого джихада. Это небольшой участок, мы заберем быстро. Я разговаривал. Нам все необходимые артиллерии, техники, все необходимое будет. Прямо там же военные специалисты будут. Не так сложно будет. Два-три дня назад я разговаривал с президентом. Я от вас передал большой привет президенту. И он сказал от него передать привет вам. Всем большой. Сказал, что вы настоящий мужчина, молодцы. Что вас он ничуть не сомневается. И за то, что вы сделали, это неоценимо. Передаю, да он слова президента. Исполнил свой долг еще раз. Если есть у вас вопросы, готов выслушать. Если есть пожелания, то он тоже готов выслушать. Ахмад. Сила. Текфир. Аллаху Акад. Россия. Марш. Арм.